Аллах Субханахуа Та'ала в Коране говорит, я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Этот аят многие из нас знают. И когда мы слышим поклонение, то у нас сразу в головах представление, это мечеть, это намаз, это чтение Корана, это пост. Да, это также является поклонением. Что значит уповать на Всевышнего Аллаха? Ведь Аллах Субханахуа Та'ала говорит, тот же, кто уповает на Аллаха, ему его достаточно. Как вы понимаете этот аят, спросите себя. Иными простыми словами Аллах тебе говорит, если ты будешь уповать на Аллаха, то забудь о своих проблемах. Ты возложил их на меня и я позабочусь о тебе. Ты уповаешь на меня, я не предам тебя. Я не оставлю тебя. Ты уповаешь на меня, я защитю тебя. Тебе желают совершить зло, я уберегу тебя. Ты нуждаешься в уделе, я дам тебе. Ты нуждаешься во мне, я буду рядом с тобой. Является неправильным упованием, когда человек говорит, положил ногу на ногу, лежит на диване и говорит, я не буду работать. Аллах же мне предписал то, что Аллах предписал меня постигнуть, даже если я буду лежать на диване. То никто не сможет сбить его с прямого пути. Кого же Всевышний Аллах ведет в заблуждение, то не найдете ему наставителя. Мире благословения последнему пророку и посланнику, нашему любимому пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и всем тем, кто последовали за ним до судного дня, о те, которые уверовали. Бойтесь же Аллаха, субханаху ата'аля, должным образом, и не покидайте этот мир не иначе, как мусульманами. О, люди, бойтесь Аллаха, того, который сотворил вас из одной плоти, и размножил вас, и увеличил ваше количество, и сделал большим и многим количеством, и сделал мужчинами и женщинами. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите. Поистине Аллах, субханаху ата'аля, ведает все, что вы совершаете. О, те, которые уверовали. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, посвятил треть Кур'ана. Треть Кур'ана, посвятил треть Кур'ана тому, чтобы рассказать нам о себе. Треть Кур'ана посвящена описанию Аллаха, субханаху ата'аля. Каков он? Что он любит и что он не любит? Треть Кур'ана говорит о таухиде. Треть Кур'ана говорит о единобожии. И всякий раз, читая, какой он Аллах, всякий раз человек восхищается и говорит, о Аллах, поистине ты не создал все, что окружает нас, забавляючись. Поистине ты великий всемогущий. Аллах, субханаху ата'аля, в Кур'ане говорит Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Этот аят многие из нас знают и размышляли над этим аятом. Но когда Аллах, субханаху ата'аля, говорит, что Он создал нас для поклонения, часть людей говорит, неужели смысл заключается в том, чтобы просто совершать намаз? Неужели смысл заключается в том, чтобы просто держать пост? А ведь Аллах, субханаху ата'аля, далее говорит Я не желаю от них, Аллах говорит, удела. Я не желаю, чтобы они кормили меня. Аллах самодостаточен. В начале аята Аллах, субханаху ата'аля, говорит о том, что Он нас сотворил для поклонения, но тут же Аллах говорит, я не нуждаюсь в вашем поклонении. Я не нуждаюсь в вас. Я не нуждаюсь ни в чем. И человек задается мыслью тогда, в чем же смысл? Кто нуждается в этом поклонении? Для чего оно нужно? И что интересно, подобные вопросы задают дети. Когда они размышляют об Аллахе, размышляют вообще о сути ислама. В данном аяте Аллах, субханаху ата'аля, желает нам показать то, что поклонение, для которого Аллах нас сотворил, нуждаемся в нем мы. для того, чтобы достичь, и это является средством тому, чтобы Аллах был нами доволен. Достичь Его и заработать Его прощение. Заработать Его милость и Его рай. И обезопасить себя от Его гнева и Его наказания. А если человек считает, что своим поклонением он достиг уровня определенного, который позволяет ему возвеличиваться, ставить себя выше того, кто он есть у Аллаха, то Аллах, субханаху ата'аля, говорит, Твое поклонение, Твоя молитва не увеличит мое богатство. Не принесет мне пользу, оно не накормит меня. Наше поклонение, наша молитва не увеличит величие Всевышнего Аллаха. И одно из самых величайших видов поклонения, а слово само поклонение, часто мы привыкли его понимать узко. И когда мы слышим поклонение, то у нас сразу в головах представление это мечеть, это намаз, это чтение Кур'ана, это пост. Да, это также является поклонением. Но поклонение, оно более обширнее этого слова или этого понимания. И поэтому одно из самых лучших определений слову поклонение это все слова и все дела явные и тайные. обратите внимание все слова, которые мы говорим. Все деяния, которые мы совершаем, это деяния наших органов либо деяния сердца, которые любит Аллах и которыми он доволен. Как мы сможем узнать о том, что это деяние любит Аллах или он этим доволен? Если есть деяние, которое любит Аллах и которым он доволен, на это указывает Кур'ан Иисус на посланник Аллаха сараллаху алейхи ассалям. И одно из самых величайших видов поклонения, который любит Аллах субханаху ва та'алла, которому он побуждает верующих и поклонение, которое является лекарством всех бед, лекарством всех переживаний, лекарством всех волнений. Это является упование на Всевышнего Аллаха. Что же оно означает или что значит уповать на Всевышнего Аллаха? Ведь Аллах субханаху ва та'алла говорит, وَمَا يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Тот же, кто уповает на Аллаха, ему его достаточно. Как вы себе понимаете этот аят? Как вы понимаете этот аят? Спросите себя. Аллах говорит, тот, кто уповает на Аллаха, ему этого достаточно. Ему его достаточно. Иными простыми словами Аллах тебе говорит, если ты будешь уповать на Аллаха, то забудь о своих проблемах. Ты возложил их на меня, и я позабочусь о тебе. Ты уповаешь на меня, я не предам тебе. Ты уповаешь на меня, я не оставлю тебя. Ты уповаешь на меня, я защитю тебя. Тебе желают совершить зло, я уберегу тебе. Ты нуждаешься в уделе, я дам тебе. Ты нуждаешься во мне, я буду рядом с тобой. Эти слова несут в себе смысл Аллаха, смысл слов Всевышнего Аллаха. Тот, кто уповает на Аллаха, ему этого достаточно. Посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, зная, насколько важно, насколько важны деяния сердца человека именно в имане, в религии, в исламе, и он делал на это акцент. Когда он делал переселение с Абубаком, и мы знаем, он когда переселялся из Мекки в Медии, но он не выбрал обычный путь, он создал все причины, чтобы избежать встречу с врагом и пошел дорогой запутанной. Но когда они создали все причины, когда они сделали все, что возможно в их силах, и они спрятались в горе, в пещере, и когда многобожники настигли их, и на самом деле они их нашли. И как в хадисе говорится, если бы он посмотрел себе под ноги, то он бы увидел. Что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал Абу Бакру? Он сказал, О, Абу Бакр, как ты думаешь о двоих, которые спрятались в пещере, а с ними третий? Он Аллах. Что ты думаешь, что с ними будет? В период страха, в период переживаний и волнений, он говорит, О, Абу Бакр, что ты думаешь о двоих? Что ты думаешь об Аллахе, когда ты уповаешь на Него? И он его успокоил словами, ля тахзан, инна Аллаха ма'ана. Не печалься, ведь Аллах с нами. И Аллах субханаху ата'аля даже это упомянул в Кур'ане. О тех, которые находятся в пещере, и он, успокаивая своего товарища, говорит, не печалься, ведь Аллах с нами. Аллах говорит, и мы не спасли на их сердца спокойствие. Вот он результат правильного упования. Это спокойствие твоего сердца. Всевышний Аллах субханаху ата'аля говорит, и Аллах не спасла спокойствие на их сердцах. Сколько же нас каждое утро просыпается с тревогой в душе. Каждый день просыпаемся мы и за что-то волнуемся, и за что-то переживаем. ходим без настроения, потому что нас замучили проблемы семейные, проблемы на работе, проблемы в обществе и тому подобное. Мы тратим весь день много часов о мыслях, о решении этих проблем. А Всевышний Аллах говорит, и уповайте на Аллаха, и уповайте на Аллаха, и уповайте же на Аллаха, если вы верующие. Если вы верующие, то уповайте на Аллаха. Ты мусульманин. Ты читаешь книгу Аллаха. Ты каждый день встаешь перед Аллахом на молитву для того, чтобы обратиться к Нему. Так почему же наши сердца порой настолько бывают забытыми об этом величайшем поклонении, что мы возлагаем все и возлагаем решение этих проблем на себя и считаем, что мы сможем это совершить. Это не что иное, как отсутствие упований или упований недолжным образом на Всевышнего Аллаха. Один из самых прекрасных примеров упования верующих с подвижников посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. Когда посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям собрал свое войско, то пришли многобожники собрали другое войско и оно было намного больше, чем войско посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. И тогда люди сказали верующим их больше, бойтесь их. Их огромное количество, у них очень много конниц, у них очень много всадников, у них очень много оружия. Те, которые, Аллах говорит, им было сказано, люди ополчились против вас, бойтесь их. Это естественно, боятся. Аллах говорит, фазадахум имана ва калю хашбун Аллаху ва ниамал вакиль. Всего лишь это увеличило их веру. И они сказали, достаточно Аллаха, как прекрасного попечителя. если я убежден, что Аллах опекает меня, если я убежден в том, что Он мой защитник, то кто может навредить мне? Вот их правильное выпование. Вот как они понимали Аллаха, вот как они возвеличивали Аллаха и говорили, если Аллах велик, если Он на самом деле таков в твоем сердце, то твое сердце обретет спокойствие. И поэтому посланник Аллаха салаллаху алейхи ва салям, зная, насколько важно это поклонение, он воспитывал сподвижников именно этим деянием сердца. Страх перед Аллахом, надежда на Аллаха, упование на Аллаха, это все деяние сердца, это является величайшим видом поклонения. Но если человек верующий этого не делает, то его сердце обретает тревогу. Тревогу, обретение тревоги, это нормально, это естественно. Но что делает то, что тревогу убирает, успокаивает тревогу? Это связь с Аллахом. Это твое упование на Всевышнего Аллаха. Но упование есть правильное и неправильное. Аллах для того, чтобы показать нам пример, упоминает Марьям алейхиссалям. Когда Аллах желал ее накормить и она сидела под пальмой, Аллах ей сказал, потряси пальму, чтобы посыпались финики. Разве Аллах не мог сделать, чтобы финики посыпались сами? Нет, конечно же мог. Но Аллах заложил Сунну, свой закон в этом мире, что для того, чтобы достичь и получить то, что у Аллаха, нужно совершить причины, создать причины, сделать то, что приведет тебя к тому, что ты желаешь у Аллаха. Является неправильным упованием, когда человек говорит, положил ногу на ногу, лежит на диване и говорит, я не буду работать. Аллах же мне предписал то, что Аллах предписал меня постигни, даже если я буду лежать на диване. Или человек говорит, я уповаю на Аллах, оно не совершает причины, не создает их, не ищет риск. Если он желает прокормить свою семью, тогда он должен искать работу, он должен искать причину и уповать на Аллаха в том, что Аллах не оставит его, не оставит его, его семью. Так же, когда человек воспитывает свою семью, своих детей, он желает и уповает на Аллаха, просит Аллаха, чтобы он сделал их праведными, тогда он должен способствовать в этом, сегодня, когда они маленькие, способствовать тому, чтобы они воспитывались нормам ислама, читали Кур'ан, читали намаз, одевали хиджаб, знали о Аллахе, а не так, что они потеряны и где-то брошены, и он просто надеется. Так же, когда человек желает праведную жену или уладит свои проблемы дома, в семье, он должен создать причины, он должен прежде чем жениться, найти эту праведную, искать ее, а затем, если даже уже в семье есть проблемы, когда он женился, то когда он желает их решить, он создает причины, Как Аллах говорит, а те, которые вы боитесь их ослушания, либо те, которые ослушаются вас женщин, Аллах говорит, увещевай, разделяй ложа, а затем побивай. Слово побивай, ключевое слово, заметьте в этом аяте, все на него всегда обращают внимание. Побивай означает поступай так, чтобы они почувствовали строгость. Не означает избей, оставь синяки, либо же оставь сядины и тому подобное. Нет. Означает жесткость. Если надо показать эту жесткость, но не вредить телесно. И Аллах указал на средства для того, чтобы они остались вместе. много упоминает причин для сохранения семьи. Аллах говорит, а если вы боитесь, что они расстанутся, то призовите судью с ее стороны и судью с его стороны. Пусть они найдут решение вашей проблемы. Ну, а если уже они развелись, то Аллах каждому даст свой разок. Обратите внимание. Аллах говорит, но если они расстанутся, то Аллах даст каждому из своей милости. Поистине Аллах милостив к своим рабам. Вот те, которые уверовали. Также человек ошибается, когда берет только причины. Совершает какие-то деяния и думает, все, вот я сделаю это, обязательно это случится. В Аллахе нет. В этом мире ничего не случится, если этого не пожелает Аллах. Не обманывай себя. Не обманывай себя, не думай, что если ты возьмешь только причины, создашь только причины, у тебя что-то получится. Да, возможно, у тебя получится часть, и ты будешь надеяться, что это случилось благодаря твоим стараниям. Но если бы ты уповал на Аллаха, то ты получил бы намного больше. Аллаху субханаху вата'але прощение этим прощающим милосердом. Алхамду лиллахи раббил аламин ассалату ассаламу аля ашраф и анбия и и мурсалин набина мухаммаду аля алихи и ассахбих и ажмай и ба'ад посланник Аллаху саляллаху алихи ассалям был для нас лучшим примером. Так пусть же мы будем подражать ему должным образом и уповать на Аллаха субханаху вата'але должным образом. Средством либо же причиной к тому, чтобы человек всегда напоминал себе об Аллахе и напоминал об уповании это часто взывать к нему и обращаться к нему. Это дуа постоянно к Аллаху. Когда у человека трудно, он взывает к Аллаху. Когда ему хорошо, он взывает к Аллаху, благодарит его. Ведь посланник Аллаха сказал, Аллах гневается на того, который не взывает к Аллаху. Аллах ждет, когда ты попросишь у него, когда тебе трудно, когда тебе тяжело, а ты считаешь, что ты сам справишься. Аллах желает тебя защитить, когда тебе трудно или когда тебе опасно и когда тебе страшно, но ты вновь не обращаешься к нему. И поэтому чтобы часто человек напоминал себе об Аллахе, упоминание на Аллаха, нужно всегда взывать к Аллаху. Когда человеку хорошо и когда ему плохо. Посланник Аллаха саллиллаху 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 и упование, и мольба они напоминают всегда друг другу, они взаимодействуют между собой. И они всегда напоминают рабу об Аллахе субханаху Аллаху. Если ты сегодня нуждаешься, у тебя трудно, у тебя волнение, переживание, взывай к Аллаху и уповай на Аллах. Решение наших проблем именно в этом. Ведь Аллах говорит И тот, кто уповает на Аллах, ему этого достаточно. Обратите внимание, этот аят Аллах не спасал в суре талах. И после того Аллах говорит об уповании после слов Аллаха И тот, кто уповает на Аллах, ему этого достаточно. И тот, кто страшится Аллаха, Аллах говорит, даст ему выход из трудного положения. Даст ему выход из трудного положения. И даст ему рыск удел оттуда, откуда он не ожидает. И тот, кто уповает на Аллаха, ему его достаточно. Далее Аллах говорит, и тот, кто страшится Аллаха, Аллах даст ему выход из каждой его ситуации. И тот, кто страшится Аллаха, Аллах простит ему его грехи. И возвеличит его, и увеличит его, его награду. Аллах не просто так упоминает один за другим деяния сердца. Потому что они связаны и важны для стойкости веры человека. Потому что если крепко у человека вера в сердце, то и стойк он в деяниях наяву. Я прошу Аллаха простить нам наши грехи явные и тайные. Простите Аллаха прощение о том прощающем милосердии. Продолжение следует... Продолжение следует...